Исполняющий обязанности министра внутренних дел раскрыл детали произошедших в стране беспорядков. Говоря о ситуации в Алматы, Ерлан Тургумбаев заявил, что собравшиеся не выдвигали никаких требований и не шли на переговоры. По всем фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, убийства, также разбойных нападений и краж начаты 125 досудебных расследований. Задержаны больше 5000 человек, отметили в МВД. «Были избиты и подвергнуты издевательствам сотрудники полиции и курсанты военного училища, отобраны их в спецсредства и форменное обмундирование. Одновременно вооруженные преступники открывали беспорядочный огонь на улицах города, убивая сотрудников полиции, военнослужащих и просто граждан. Совершали погромы торгово-развлекательных центров, финансовых учреждений, вскрытие банкоматов с целью хищения денежно-материальных ценностей и других. В целом по стране в ходе беспорядков повреждено и уничтожено более 400 единиц автотранспорта, в том числе 346 органов внутренних дел. Мародерами разграблено более 100 крупных объектов торговли и банков. Предварительный ущерб составляет свыше 87 миллиардов тенге. С целью подрыва авторитета органов власти преступники переодевались в форму сотрудников полиции и военнослужащих и совершали противопраздные действия. Ерлан Тургумбаев подтвердил, что 5 января в центр Алматы одномоментно прибыли около 20 тысяч человек, при этом они были лучше вооружены и организованы. Более 1300 сотрудников полиции, военнослужащих Национальной гвардии и Министерства обороны, а также специальных органов пострадали. В настоящее время продолжается проведение контртеррористической операции по восстановлению законности и правопорядка в стране. На сегодняшний день во всех регионах страны ситуация стабилизирована. Силами правопорядка осознаны все ранее захваченные здания Акиматов. Восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения. Пользуясь случаем, прошу проявить терпение. К вынужденным ограничениям призываю сохранить спокойствие, соблюдать меры предосторожности, особенно в местах проведения антитеррористической операции. Не поддаваться на провокации и сообщать полицию о всех подозрительных фактах и лицах, тем самым вы окажете большую помощь правоохранительным органам в наведении порядка в стране.